Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем новости за вторник, 15 августа 2023 года. В Риге подорожает питание в школах и детских садах. Глава Комитета Рижской Думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина пообещала начать работу по возобновлению бесплатного питания в учебных заведениях столицы. Это пишет Лето. Это заявление предварило реальное решение Комитета о подорожании школьных обедов в новом учебном году. На заседании Комитета 14 августа депутаты поддержали увеличение расходов на питание в рижских школах и детских садах. Вы не ослышались. Депутаты поддержали увеличение расходов на питание в рижских школах и детских садах. Далее слушаем. Расходы на обеды для учеников 5-12 классов вырастут на 94 цента. Расходы поделят между собой родители и самоуправление. С 1 сентября максимальная стоимость школьного обеда будет 3 евро и 9 центов. Евро 47, 1 евро и 47 центов покрывает самоуправление. А 1 евро и 62 цента покрывают родители. Господи, друзья, мне так и хочется точку поставить. Куда-то сразу находят деньги сотнями миллионов. Здесь детей не могут накормить. Сколько у нас населения? Сколько у нас учеников всего? Посмотрите, что происходит. Я неоднократно это заявлял уже и сравнивал. Продолжаем дальше. В детских садах, повторяю, мы живем в Латвии, канал называется. Большая просьба, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Пусть больше увидят. В детских садах питание подорожает на 30 центов и будет стоить 4 евро и 30 центов. За завтрак, полдник и обед 2 евро 15 центов будет оплачивать самоуправление. И 2 евро 15 центов будут оплачивать родители. Питание учеников начальной школы, как и раньше, будут оплачивать самоуправление и государство. То есть, родителям доплачивать не нужно. Начальных школ, повторяю. Где родителям доплачивать не нужно. Также самоуправление, как и раньше, будет оплачивать питание детям из малоимущих семей, инвалидам, сиротам и тем, чьи родители не выполняют свои родительские обязанности. Как подчеркнула Гейкина, принять решение о новой стоимости школьного питания было необходимо уже сейчас. Чтобы у школ и родителей было понимание, как будет обеспечиваться питание до начала учебного года. Гейкина пообещала работать над тем, чтобы в школы вернулось бесплатное питание. О, Господи, так и хочется прервать. А почему оно прервалось, это бесплатное питание? Почему оно ушло? А как это понять? Ну почему? Куда деньги девали? Повторяю. Ни стыда, ни совести у наших правящих. И вообще всех, кто чуть-чуть повыше, над народом, якобы, в кавычках, вознеслись до небес. Я от себя добавляю. Все. Деньги направо, налево. Себе, конечно, в первую очередь. Себе. А тут стыд и позор. Детей не можете накормить. Посчитайте, сколько всего тысяч детей с каждым годом все меньше и меньше рожают. Все меньше и меньше учеников. Сами же закрываете эти школы. Что это за такое? Это что происходит? Почему народ молчит? Что такое? Повторяю. Гейкина пообещала работать над тем, чтобы в школы вернулось бесплатное питание для всех детей. В качестве примера Гейкина привела в Финляндию. Опять начинается. Ладно, хорошо. Она приводит пример. Пример. А вы сами не можете своей... Вот. Сами головой думать. А, ну да. Пишите комментарии. Почему у нас так это все происходит, друзья? Я знаю. Конечно же я знаю. Все прекрасно. Все на наших глазах. Все. Мы уже второй век живем. Наш возраст, естественно, мы родились в 20 веке. Живем уже в 21 веке. Нам, говорю, не надо заканчивать никаких. Я говорю, повторяю, как всегда. Я говорю, ни академии, ни институтов, университетов не надо заканчивать. Нормально. Все все понимают. Все грамотные люди. Читать, писать умеете? Это вам понятно, что я сейчас говорю, друзья? Большое спасибо за поддержку нашего канала. Всем здоровья, говорю. Самое главное, будьте здоровы. Финляндию, она приводит пример, где было решено, что государство обеспечивает всем детям в стране бесплатное горячее питание. Хотя бы один раз в день. По ее мнению, Латвии, с учетом демографической ситуации, ну вот, нужно действовать так же. Сколько, еще раз повторяю, осталось там учеников? Окончательное решение о повышении стоимости школьных обедов еще предстоит принять Рижской думе. Вот так вот и живем, друзья, мы. Здесь, в Латвии. Еще раз повторяю, наш канал называется «Мы живем в Латвии». Поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, поделитесь с друзьями. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Пока мы не видим счастья. Даже посмотрите. В школах и то не могут детей накормить. Если бы люди не видели и не знали, и не было бы, конечно, вот этого безобразия, что творится сейчас. Да, вы понимаете, о чем речь идет. Но почему, еще раз повторяю, уже миллионы тысяч, я не знаю сколько раз уже, почему в другие места вы находите сразу и такие сотни миллионов своих детей не можете обеспечить. Если бы, ничего не спорю, да, конечно, если бы было бы у нас там много и все такое. Ну, все понятно, да, у нас, ну мы, получается, отсталая страна. В Евросоюзе, да, мы же члены Евросоюза. С 2004 года, напоминаю. Где-то мы, значит, опережаем все страны. В кавычках опережаем. А здесь, посмотрите, я говорю, сколько угодно можно примеров приводить. И еще раз повторяю, у нас везде, во всех сферах, везде все в кавычках горит. Все горящее. Не хватает денег нигде абсолютно. Почему так? Вот напишите мне комментарий. Почему? Всем большое спасибо. До свидания. До следующих видео.